Балетный мир, конечно, очень тяжелый, жестокий, можно сказать, в какой-то степени, но я думаю, что даже это украшает нашу жизнь. Я думаю, что, конечно, мы счастливы, потому что у нас есть такое счастье выходить на сцену, дарить зрителям эти ощущения, эмоции разные. Всегда, конечно, стремимся зажечь у них любовь к балету. Я Депхан Шугла, являюсь солисткой балета в Театре Астана Опера. Мои родители в пять лет меня отдали на балетную гимнастику. На тот момент мой педагог посоветовала нам поехать в Алма-Ту, поступить в Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева. И так я открыла для себя новый мир, мир балета. У нас в балете очень много терминов. Начинаем с плие, батман-тандю, батман-тандю-жете. У каждого термина есть свое значение. То есть если плие – это сгибание, то мы садимся плавно в плие. А батман-тандю – это отведение ноги в сторону, вперед, назад и тому подобное. Алтная Амдухимовна – это легенда. Это человек, который готовит нас, направляет нас всегда. Это, можно сказать, как балетная мама. Потому что мы даже большее количество времени проводим вместе с ней. Мне повезло, что я пришла в театр. Как раз в момент, когда Алтная Амдухимовна была здесь уже. Все, мы готовы. А теперь мы идем танцевать. Балет, конечно, это не только сказка. Думаю, что это целая жизнь. Это жизнь, которая отличается от жизни вне театра. Здесь есть и радостные моменты, есть и очень тяжелые моменты. То есть это не только про сказку. Долгое время мы находились дома из-за карантинных условий. Театр был закрыт. Для нас это было очень тяжело. Поэтому мы, конечно, старались не расстраиваться, не расслабляться. И заниматься дома сами. Контролировать свое тело. Чтобы не выходить из формы. Но, конечно, это было очень тяжело и в физическом плане, и также в психологическом. Когда мы вышли, это было огромное счастье. Потому что это такие эмоции, когда ты снова вернулся, как будто домой. Снова встретился с зрителем. Зрители принимали еще теплее. Да, конечно, эти ленточки портят картину. Мы все ждем, пока их уберут. И наш зал заполнится как можно больше. Я мечтаю, конечно, о многих партии. Есть много партий, которые нужно еще исполнить. Ну, я бы, наверное, отметила партию Ники из балета Байдерка. Потому что я считаю, что Байдерка – это, можно сказать, вершина классического балета. И когда я смотрю на эту партию, я всегда загораюсь. Я всегда наполняюсь каким-то вдохновением, чтобы исполнить эту партию когда-нибудь в будущем. И она мне очень сильно нравится. К каждой партии я отношусь очень бережно, очень ответственно. Я начинаю сначала смотреть старые видеозаписи мастеров, читая, может быть, литературу, если есть, про данный балет. И стараюсь в этой партии найти себя, найти что-то свое, можно сказать, найти какое-то собственное излучание в этой партии. Например, недавно прошла моя премьера в балете «Собор Парижской Богоматери» в партии «Смеральда». Поначалу для меня это было очень волнительно, когда мне сказали, потому что эта партия очень тяжелая, можно сказать, для таких состоявшихся балерин. И поэтому для меня было огромное счастье выйти на сцену и показать зрителям эту партию, получается, в моем исполнении. Балет, конечно, он один у всех, но в каждой стране он по-своему интерпленирует, можно сказать, потому что, например, русская школа славится, что она очень старинная. Все методы взяты у русской школы, а европейская школа, она больше развивается современным миром, потому что они каждый раз развивают свою технику, свои образы вместе с миром. А у нас казахстанская школа – это, можно сказать, смесь русской и европейской школы, что-то между. Ну, это и подкупает. Да, это, конечно, подкупает, потому что это хорошо, с одной стороны, потому что мы всегда есть к чему стремиться, и мы должны брать все самое лучшее. Здесь на сцене очень такая аура, можно сказать, теплая, уютная, но в то же время величественная. И поэтому, когда ты даже просто выходишь на репетицию на сцене, то каждый раз радуешься, как ребенок, потому что ты от этого зала, от этой сцены заряжаешься еще больше. Хочется еще больше работать, еще больше дарить зрителям спектакли. Самое главное, чтобы наш танец был не как какой-то набор движений, то есть мы должны все равно показать больше свое душевное наполнение. Конечно, встречаются люди, как вы сказали, балетоманы. Такие люди бывают только единицы, которые понимают полностью. И мы очень радуемся таким людям, потому что они пишут в социальных сетях даже про балеты, уже понимая, о чем речь идет. То есть они даже распространяют это в массу. И от этого мы радуемся еще больше. У меня есть такая мечта попробовать себя во многих театрах, попробовать разные постановки, может быть. Либо же стремиться всегда к совершенству, потому что балет совершенен, и он требует всегда такой же отдачи. Поэтому у меня мечта, конечно же, еще всегда дарить зрителям и наполняться их же энергией еще больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!